В украинских школах только закончились вирусные каникулы, как начались газовые. Вернее, продолжились. В пятницу Минобразование отменило свое же распоряжение приостановить до 12 марта учебный процесс и снова дало отмашку учить детей. С сегодняшнего дня. Но в некоторых областях прикрученный вентиль так и не открутили. Занятий нет, ребят отправили по домам. Почему так произошло? И есть ли топливно-учебный кризис? Подробнее наши корреспонденты. Котельные в учебных заведениях Днепра работают в режиме экономии. Это теплопункт 42-й школы. В пятницу здесь прикрутили вентили и снизили температуру в батареях, сократив потребление газа. Температура сейчас у меня 43 градуса на выходе. А до распоряжения было? До этого было 50-45. До распоряжения было 400 кубов в сутки. А сейчас 300. На улице минус 4, а в классах почти 20. Но кабинеты пустые. Было проведено коррегирование научной программы, календарных планов. Это достаточно большой объем работы. Было поставлено доведено организацию, которая действует питание наших учебников. А уже в субботу пришло новое распоряжение из Министерства образования с понедельника возобновить обучение. Но чиновники к рекомендациям не прислушались. Школы – это беспрерывно действующий механизм. Это питание. Не забывайте. Это все работники. Это родители, которые понимают, что завтра он пойдет на работу, а ребенка отвезет в школу и так далее. По этому поводу, что, ребята, извините, так сказать, но мы же не кукольный спектакль, понимаете. Сейчас иди, потом не иди. На тот период, пока детей не будет в школе, будет содержаться режим минимального потребления газа. Есть условия для разных котелин. Температура теплоносителя не должна понизиться ниже, чем 40 градусов, потому что иначе могут быть необратимые последствия. И хотя дети сидят по домам, учеба продолжается. Задания получают по интернету. Точно так же по интернету учатся и дети в Черкассах. Там тоже объявили внеплановые газовые каникулы. Учитель информатики 17-й школы онлайн раздает детям домашние задания. Уверяет, от программы ученики не отстают. И так по всем предметам школьной программы. Правда, преподавателям приходится работать при плюс 16 в классах. Перепрограммована система опаления, она у нас компьютеризована. И, соответственно, до этого, уменьшена подача теплоносителя. И мы находимся сейчас в режиме такого технического обеспечения, когда система работает. Но не можно сказать, что в кабинетах достаточно тепло. Внеплановые каникулы в Черкассах должны были закончиться завтра. Но чиновники продлили их до 12 марта. Елена Мадалюк, Станислав Кухарчук. Подробности телеканал Интер.